В этом году исполняется 120 лет со дня рождения классика чувашской литературы Михаила Сейспеля. На его малой родине в Канажском районе уже началась подготовка к юбилейной дате. Михаил Сейспель прожил всего 22 года, но и этого времени ему хватило, чтобы оставить свой след в истории. Стихи он начал сочинять со школьных лет. К 20 годам уже успел поработать следователем, председателем рифтрибунала Чувашской автономной области. Тяжелая болезнь заставила его уехать в Крым, а потом после лечения на Украину. В музее Сейспеля словно остановилось время. Здесь каждый предмет, картина или книга, рассказывают о жизни поэта, о его стремлении к образованию, которому мешал серьезный недуг. Михаил Сейспель очень тянулся к знанию, и поэтому он без учебы никак не мог. Во время болезни он учился в нашей Шугурской начальной школе, и в школу он, конечно же, сам не мог ходить. Его возил на санках младший брат Гурей. И когда он доезжал до школы, выходили другие ребята, и, подхватив его, заносили в класс. Реформатор в поэзии он не падал духом, даже когда его одолевала болезнь. Продолжал сочинять стихи. Сейспелевед Виталий Станьял всю жизнь занимается изучением творчества классика чуварской литературы. И считает очень важным, чтобы подрастающее поколение знало не только творчество поэта, но и его, как человека, со своими плюсами и минусами. Сейспель именно для воспитания нужен. Когда-то я здесь, не знаю, сколько раз, но в 8 раз точно, сейспель к вайзем проводил. Просто своими силами. Никто не помогал, ни у кого денег не просили. Какие хорошие были вечера. Со всей республики собирались. Однажды на поэтический фестиваль, самый больший, может, дали 300 школьников. А приехало, сколько думаете, 1800. Стихи Сейспеля известны во всем мире. Его работы переведены на 55 языков. Жители деревни, которые носят его имя, гордятся своим земляком и хранят память о нем. В мемориальный комплекс родины Михаила Сейспеля с каждым годом приезжают все больше туристов. 20 лет назад здесь построили мемориальный комплекс. И вот в состав комплекса входит дворец культуры, школа, музей, парк, памятники, ряд других объектов, дом, где жил Сейспель, благоустройство деревни, газификация, дорожная строительство, чего только не сделано. В течение всего года здесь будут проходить мероприятия, посвященные знаменательной дате. В ноябре состоится традиционный межрегиональный фестиваль Зов Сейспеля.